Привет-привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас необычное видео. Дело в том, что я уже через полтора часа буду сидеть в поезде и ехать далеко-далеко-далеко. Моё путешествие будет целых 10 дней. И я хочу вам показать, что я беру с собой в дорогу из косметики и продукции компании Арифлей. Всё-таки 10 дней это не такой маленький срок. И начинаю с самого главного. То есть беру с собой антибактериальный гель. Он нужен нам постоянно, потому что я буду много в транспорте, в поезде, в метро и так далее. Это первый продукт, который необходим для того, чтобы сделать быструю чистку рук. То есть такую быструю, мгновенную. Нужен будет дезодорант. Я беру с собой Лисея. Его осталось чуть-чуть. Как раз я его за дорогу использую. И уже привезу обратно пустые баночки. Обязательно беру лак. У меня уже он есть на ногтях. И он такой нейтральный, светленький. Код этого лака 355-74. Посмотрите, какой он красивенький. То есть весь такой переливается. Я сделала маникюр и педикюр одинаковые в таких золотистых тонах. Подходит под любой наряд. И держится очень хорошо. И легко его заменить. То есть я думаю, что средства для снятия лака есть у моей подружки, которой я еду как раз в гости. Поэтому не будет проблем снять этот лак и сделать новое покрытие. Для волос беру два средства. Без них жить не могу. Это масло для волос Элио. Которое помогает моим волосам быть мягкими. Легко расчесываться. Чтобы они прям вот были классные. И обязательно беру сыворотку для кончиков. Вы знаете, хотела обойтись без нее. И последний раз, когда мыла голову, не стала наносить сыворотку для кончиков волос. Разница ощутимая. Все-таки с этой сывороткой волосы расчесываются намного лучше. И лежат классно. Поэтому решила, думаю, не такой уж большой груз. Хотя флакончик стеклянный. Но решила, что все-таки пусть лучше будет чуть потяжелее. Но зато будет мне очень классно. Так, беру щетку. Зубную новую, кстати, сразу беру щетку. Это моя любимая средней жесткости серия Optifresh. И, кстати, сейчас поняла, что не взяла еще зубную пасту. Ну, и ничего. Сейчас возьму. Зубную пасту обязательно. Для глаз беру экологен. У меня его тут осталось как раз прям на две недели. Я рассчитала, что этого количества хватит на пару недель. Оставила его для поездки и открыла потом новый флакончик, чтобы не тащить целый. Хотя не очень тяжелый, но, думаю, все равно надо брать. Беру крем для рук, облепиховый. И, кстати, его также можно будет использовать и на тело. То есть ноги где-то, да, помазать. Практически полный флакон. И мне его как раз на всю поездку хватит. Далее. Для лица. Я тут схитрила. Ватные диски обязательно. Я схитрила и заказала. Не так давно у нас был в продаже наборчик Optimals. Такой маленький. Здесь у нас очищающий гель и крем для лица. Как раз вот на две недели этого хватит с лихвой. Даже на больше. Я думаю, что еще домой привезу. 30 мл. Ого, 30 мл. Это немало. Этого хватит достаточно надолго. Хотя тюбик выглядит таким маленьким. Обалденно. Ну, на месяц такого объема точно хватает. И гель для умывания. То есть смотрите, как я решила вопрос. У меня будет гель, крем для лица. И крем для глаз. На ночь я закинула несколько капсул. Вот у меня осталось 5 штучек. То есть на ночь я буду делать капсулы нашей рыбки. Я их убрала в такой пакетик. Мне оказалось в баночке маленькой. Вот эти рыбки как раз и хватает для того, чтобы полностью все лицо и декольте нанести. Это маслица. И оно мою кожу разгладит. Она станет мягкая, сияющая. И я буду классно выглядеть. Так, что у меня тут еще из моих хитростей? Помада бесцветная. То есть она дает небольшой оттенок. Это как BB помада. Она и с SPF, и ухаживает, и дает небольшой оттенок. И мне она очень нравится. Еще и пахнет клубникой. Поэтому она всегда со мной и поедет тоже в путешествие. Для снятия макияжа я налила в бутылочку, которая у меня тоже 100 лет недавности. Я, конечно, уже такими средствами не пользуюсь 100 лет. Но баночка очень удобная. И я сюда перелила нашу двухфазную жидкость. Для того, чтобы не тащить целый флакончик, у меня будет такой маленький бутылечек. И уже проверено, на 10 дней точно хватает. Еще и остается. Потому что я уже брала эту баночку с собой в путешествие. Поэтому хватит с лихвой. Так, для волос. Для волос взяла шампунь медовый. И кондиционер. Тоже в маленьких упаковочках. Но мне на три раза вот этого точно хватит. Как раз три дня. Потом я мою голову. И кондиционер. Но кондиционера мне не хватит. Поэтому я взяла свои запасы из красочек. То есть как раз мне кондиционера на это путешествие точно хватит. И бальзама, и кондиционера. Что еще здесь у меня полезного? Масло, чайного дерева. Ну куда я без него? Никуда. Да, даже можно сразу вынуть из коробочки. Чтобы оно у меня здесь было. Так, секундочку. Открываем. Ой, ну я выкину коробочку. Вот оно, маслица. Кстати, старые упаковочки беру. Но масло я беру полное. Для того, чтобы у меня была гарантия того, что я... Если вдруг будет какой-то ушиб, ранка, укусит меня кто-то. Я быстро среагирую. Среагирую, и у меня будет такая вот внезапная помощь. Быстрая, внезапная. Давай. Миша мне показывает. Я уже коварно отсюда достала 10 пакетиков. Барбарски вскрыла коробку. Взяла 10 пакетиков wellness pack. Они у меня уже в чемодане. Потому что без них путешествовать просто не рекомендуется. Мало ли, вдруг какие-то вирусы, проблемки. И поэтому пусть с вами будут витаминки. Всегда пейте их на здоровье. И будьте всегда прекрасны. Что еще? Вот такая коробочка. Не знаю, помните вы или нет. Это моя заначка. Кстати, кто-то просил показать заначки. Вот, есть у меня заначка. Такая раритетная штучка. Тоже сломаю коробку. И не буду ее с собой тащить. Это парфюм. My Nike Truth. Обнаженная. Правда, по-моему, переводится. Шикарный аромат. Очень стойкий. Шлейфный. И, честно говоря, жаль, что его сняли с производства. Потому что это был один из самых любимых моих и достаточно популярных парфюмов, которые часто заказывали. Жалко, что его нет, но у меня он есть. Так, переходим к следующей косметичке. Это все, что касается... Вот, выглядит, да, чистым. Чистым, ухоженным, вкусно пахнуть. Зубки чистые, волосы чистые. Здесь косметика. Ну, достаточно большая косметичка. Ну, а как еще? Я беру с собой палетку. Палетка включает в себя бронзер, хайлайтер и румяна. Все, что нужно. В одной тоненькой, маленькой, уютной палеточке. Я беру... Так, тушь сюда попала. Это не то. Не то. Беру тональный CC крем. Кстати, нравится тюбик. Очень легкий. Высокий SPF фильтр 35. Потому что много буду гулять, чтобы лицо не сгорело и не покрыться пигментацией. Беру несколько карандашиков. Ладно, по порядку. Тени Very Me. Беру именно эту палетку. Потому что, посмотрите, здесь есть все необходимые оттенки. От светлых до темных. То есть можно будет делать совершенно разный макияж. Дальше. Карандашики для глаз и для губ. Беру оливковый такой темный, зеленый, чтобы подводить глаза внизу. Сверху у меня будут тени. Для губ взяла три оттенка. Розовый, коралловый, нейтральный. И должен быть еще коричневый. Сейчас я его найду. Кисточек сейчас покажу. Подождите. Не торопитесь. Все достану. Где еще? Вот. Нет. Это для глаз. Коричневый. На всякий случай для глаз тоже беру. Вдруг захочу стрелочку подвести. Ладно. Покажу две помады. Беру одну нейтральную помаду. Мою любимую бежевую. Кот. Кот не вижу. 309-80. Роскошная помада. На каждый день. Если делать контур потемнее, то она становится более темной. Можно ее без контура наносить. Беру одну помаду Энергоблеск. Клевер. Она тоже такая... Ну, я просто подобрала гардероб. В основном все в теплых оттенках. Но есть у меня одно платье в холодных оттенках. Как раз вот такая помада мне пригодится. И... Что еще? Для бровей. Естественно. Наша палетка. Как без бровей путешествовать? Сломалась крышка. Ну ладно. Фиг с ней. Есть резиночка. Вот так вот все закрыла. Держится. Вот тушь. Тушь. Гипнотик. Сейчас я... У меня сейчас из макияжа только тональная основа. Брови, немножко пудры с румянами и ресницы. Ну, губы, да. Немножко. Обожаю эту тушь. Сейчас как раз новенькую открыла недавно. И возьму ее с собой в поездку. Буду хлопать с ресницами и взлетать. Это я в подарок взяла просто. Она здесь оказалась. Тушь для бровей. Тоже беру. Потому что она нужна. Чтобы брови были идеальны. Вы знаете, можно макияж сделать совсем легкий. Но брови нужно, чтобы были классные. Прям выведены все. Вот и вот. Так что у меня тут еще. Так. Беру маскировщик. То есть палитру корректирующих средств. Тоже она нужна постоянно. Где-то там подмазать, что-то замаскировать. Она не такая уж тяжелая. Беру праймер для... Под тени. Кстати, праймер для лица не взяла. Вот. Видите, как полезно перебирать косметичку. И смотрите, как я схитрила. Я взяла пробнички разных оттенков помад. Чтобы не набирать с собой много цветов. Я взяла разные оттеночки. Они ничего практически не весят. Я думаю, что даже вот эту энергоблеск заменить. И взять еще пару пробников разных. Вот. И все. Смотрите, какая фишка. Классная. И еще у меня, кстати, вот коричневый карандаш для губ. И взяла кисти. Кисти, кисти, кисти. Смотрите. Немножко экономлю. Одна для тона. Одна для пудры и румян. И бронзера. Все вместе. Одна для корректора. И три для теней. Вот так вот. Три кисти. А, две кисти для теней. Две. Еще одна должна быть. Нет. Не взяла. Значит, экономим. Две кисти для теней. И одна для бровей. Для корректора. Все. Вот и все. То есть не тяжелая получилась. Наборчик самый такой, не все необходимое, что нужно для того, чтобы макияж получился классный. И не так уж и много места все это занимает. Поэтому вот мои вам рекомендации. Спасибо, что посмотрели. А я вспомнила, что не взяла зубную пасту. Вот. Сейчас ее брошу к собой в сумочку. Все. Спасибо. Бегу на поезд уже, чтобы не опаздывать и не бежать за вагоном. Лучше выйду пораньше. Всего доброго. Вам классного лета. Кто путешествует, супер впечатлений. Кто сидит дома, тоже используйте время с пользой. Больше гуляйте. Наслаждайтесь летом. Кайфуйте. И успехов вам во всех ваших делах. С вами была Лиля Донскова. Пока-пока. А мне тоже классного путешествия. GoPro. Стоп видео.